Меня зовут Алексей Тимофеев, я президент Национальной ассоциации участников фондового рынка. Здесь я для того, чтобы порассуждать о первых шагах, которые должен сделать инвестор на российском фондовом рынке. Но начну я с того, что скажу пару слов об организации, которую представляю, для того, чтобы было понятно, в чем я компетентен и полезен, в чем, на мое мнение, можно полагаться, в чем не стоит. Я представляю саморегулируемую организацию, это СРО, крупнейшее на фондовом рынке, объединяет в своем составе брокеров, управляющих компаний, паевых и негосударственных пенсионных фондов. И преследует две миссии, первая из которых создание условий для работы индустрии, которую объединяет. И то, о чем я буду говорить, в этом есть немалая толика усилий НАУФР, как саморегулируемые организации, обеспечивающие развитие финансового рынка в интересах своих членов, финансовых организаций. А вторая наша ипоставь, вторая наша миссия, это защита интересов инвесторов, как саморегулируемые организации. То, собственно говоря, почему мы саморегулируемые организации являемся, а именно установление правил дополнительных, установленных Центральным банком, правил поведения на фондовом рынке, в первую очередь поведенческих, то есть правил взаимоотношений между финансовыми организациями, которые я представляю, и их клиентами. А также контроль за соблюдением этих правил. И таким образом мы еще одна контролирующая на фондовом рынке организация, которая стоит на страже интересов инвесторов. И как ни парадоксально это кажется, делает это в интересах своих членов, потому что наши члены заинтересованы в комфорте, которые испытывают клиенты индустрии, благодаря чему они могут рассчитывать на привлечение все новых и новых клиентов. Это естественная миссия для таких организаций, как моя, но не являюсь я финансовым консультантом, поэтому все то, о чем я буду рассуждать, я буду стараться говорить об этом в самых общих словах, а обсудить предстоит с посредниками, которые вы выберете в качестве своего контрагента на финансовом рынке. Милости просим, мы вам рады, как клиентам, мы намерены позаботиться о ваших интересах, мы заинтересованы в том, чтобы вы выходили на фондовый рынок, вот об этом я собираюсь поговорить. Начну, пожалуй, с того, что в течение 5-7 последних лет российское государство сделало немало для того, чтобы привлечь на фондовый рынок розничного инвестора, граждан в качестве инвесторов, стараясь устранить один из его российского фондового рынка фундаментальных недостатков, недостаточная емкость, недостаточный интерес со стороны национального, в первую очередь, розничного инвестора. Это недостаток, который постепенно исправляется, и в этом есть заслуга усилий как государства, правительства, Центрального банка в качестве регулятора, так и саморегулируемых организаций. Среди основных изменений, которые в последнее время были сделаны, это налоговые условия, которые обеспечивают выравнивание операций на фондовом рынке с точки зрения их доходности, с точки зрения их эффективности с депозитами, устраняя таким образом сложившийся на российском финансовом рынке дисбаланс в пользу банковских депозитов. Российский фондовый рынок может предложить немало инструментов, а мировой финансовый рынок может предложить еще больше финансовых инструментов, интересных, являющихся альтернативой депозитам. Мы трудились над тем, чтобы сделать выбор между теми и другими финансовыми инструментами возможным с точки зрения регулятивных условий. Но самое важное, что рыночные условия последних пары лет, они нам дают дополнительные возможности и вам дают дополнительные возможности для того, чтобы такой выбор сделать. Что было сделано в течение нескольких последних лет? Создан особый налоговый режим, который мы знаем как индивидуальные инвестиционные счета. Была установлена трехлетняя льгота на владение, точнее, была предоставлена льгота по НДФЛ для долгосрочного владения не менее трех лет ценными бумагами. Были освобождены от подоходного налога купоны по корпоративным облигациям, обращающимся на организованном рынке. Что очень важно, были предоставлены возможности по дистанционному заключению договоров. Новое поколение не выйдет на фондовый рынок, если для этого не будет достаточно сделать несколько кликов в интернете. И я считаю, что для этого достаточно иметь банковский счет и быть зарегистрированным на портале государственных услуг в единой системе идентификации, аутентификации. Для того, чтобы стать клиентом брокера или управляющего, это отлично. И, наверное, с точки зрения важности, изменения менее революционные, чем налоговые условия операции на фондовом рынке. Давайте взглянем на инструменты, которые являются очевидными для клиентов, в первую очередь для начинающих инвесторов фондового рынка. И среди них есть все то, что вам предложит ваш брокер или управляющий в качестве портфеля, в качестве первых шагов на фондовом рынке, государственные облигации, облигации российских организаций, акции, инвестиционно-поиоткрытых интервальных паевых инвестиционных фондов. Обратите на это внимание, потому что небольшие суммы позволяют диверсифицировать свои вложения, приобретая инвестиционно-пои и паевых инвестиционных фондов. Миф о недоверии к этой индустрии, скорее всего, оказался мифом. Мы в последнее время видим резкий рост развития этой индустрии. Добро пожаловать, в первую очередь, возможно, лучше всего, в первую очередь, в индустрию паевых инвестиционных фондов. Акции облигаций иностранных организаций, обращающиеся на организованном рынке в России, такие тоже есть. Речь идет не только о евробандах российских компаний и российских суверенных евробандах, но также и, в полном смысле этого слова, акциях иностранных компаний, такие компании к обращению на российских фондовых рынках, на российских фондовых биржах допущены. Фьючерсные опционные контракты, обращающиеся на организованных рынках Российской Федерации. Обратите внимание на структурные продукты, которые часто предлагаются в качестве альтернативы депозитов. С некоторой осторожностью, но и они могут быть интересным предметом вложений в первых средств на фондовом рынке. Стоит обратить внимание на степень защиты капитала, степень защиты от рисков, которые эти инструменты предлагают. Во всем остальном они действительно могут быть похожи на другие инструменты. Идет ли речь об облигациях, о депозитах. Есть целая группа инструментов, которые могут быть предложены только квалифицированным инвесторам, и о них стоит порассуждать с теми, кто приобретет определенный опыт или будет готов вложить большее средства, чем большинство инвесторов. Но даже и для неквалифицированных инвесторов выбор достаточно велик, и я его предложил. Давайте поговорим об индивидуальных инвестиционных счетах, что это такое, почему это хорошая идея для первого шага на фондовый рынок. Существует два вида. Законодательно они не разделяются, но чем дальше, тем чаще их называют один типом А, второй типом Б, индивидуальные инвестиционные счета. И отличаются они тем, какой именно налоговый вычет вы выбрали. Выбрали ли вы налоговый вычет суммы взноса, тогда речь идет о ИИСах типа А. Если вы выбрали налоговый вычет с суммы, изымаемой со счета, речь идет об индивидуальных инвестиционных счетах типа Б. Что объединяет эти счета? Это то, что и тот, и другой счет должен быть открыт на срок не менее трех лет. Таким образом, это способ запереть деньги на фондовом рынке на срок до трех лет. И чем они и тот, и другой счет отличаются от прочих брокерских счетов? И счетов доверительного управления? Так это тем, что финансовый результат по ним определяется при закрытии счета. Ну, стало быть, если вы его закрываете, а можете закрыть не раньше, чем через три года, через три года, как результат ваших операций в течение всех трех лет, через пять лет закрываете эти счета, финансовый результат подводится на пятый год. Соответственно, никто не ограничит вас держать индивидуальные инвестиционные счета в течение десяти лет, и тогда закрывает этот счет, вот лишь при закрытии его по прошествии десяти, пятнадцати, сколь угодно долгого срока владения этим счетом, финансовый результат и подводится. Это выгодно отличает его от прочих брокерских счетов, счетов доверительного управления, потому что по тем и другим финансовый результат определяется ежегодно, и стало быть, налогообложение по ним, а прибыли, доходы, которые вы получили, будет облагаться ежегодно, уменьшая сумму на этом счете находящуюся. На тот и на другой счет можно поместить не более одного миллиона рублей ежегодно. В случае с индивидуальным инвестиционным счетом типа А, вычет, на который вы сможете рассчитывать, будет ограничиться четырехстами тысячами из этого миллиона, и означает возврат уплаченного вами налога из государственного бюджета в начале следующего, после внесения на счет денег суммы. 13 процентов из четырехсот тысяч – это пятьдесят две тысячи. Стало быть, вы, внося четыреста тысяч или миллион, неважно, рублей на этот счет, можете рассчитывать на возврат из государственного бюджета сумму до пятидесяти двух тысяч. Стоит обратить внимание на то, что увеличение суммы по сравнению с четырехстами тысячами на обоих счетах, которое произошло в прошлом году, делает второй вариант счета с вычетом на сумму, изымаемую с НИУ, заметно интереснее, чем первый вариант. С определенного момента, это определенная математика, нужно за этим последить. Но, тем не менее, очевидно, что в том случае, когда мы имеем дело с инвестициями в необлагаемые налоговым инструментом, например, облигации государственные или корпоративные облигации, обращающиеся на организованном рынке, первый вариант счета, очевидно, выгоднее. В том случае, если вы рассчитываете на долгосрочные инвестиции в более рискованные инструменты, стоит обратить внимание на второй вариант счета. Как я уже говорил, индивидуальные инвестиционные счета открываются брокерами и управляющими, соответственно, могут быть брокерскими счетами, могут быть счетами доверительного управления. О том, от чего зависит выбор, будет ли это брокерский или счет доверительного управления, мы поговорим чуть позже, рассуждая вообще о выборе посредника на фондовом рынке. Инвестор может иметь только один индивидуальный инвестиционный счет, он может закрыть один счет, открыть его у другого брокера или доверительного управляющего, перевести активно него, в этом случае он сохранит все накопившиеся налоговые льготы по первому счету. Налоговое стимулирование инвестиций как долгосрочного владения является альтернативой, в отличие от индивидуальных инвестиционных счетов, где операции не ограничиваются, деньги запираются в рамках счета, долгосрочное владение предполагает владение без перерывов ценными бумагами в течение трех лет. Это естественная инвестиционная стратегия для многих ценных бумаг, и почему бы ею не воспользоваться, если вы рассчитываете на то, что или так вышло, что ценные бумаги пролежали на вашем счете в течение более чем трех лет. Речь идет о ценных бумагах, допущенных торгом на бирже, и об инвестиционных паях, открытых паевых инвестиционных фондах. Вы можете рассчитывать на освобождение дохода по ним от НДФЛ, речь идет о Capital Tax, о доходе, который вы получите в случае реализации этих ценных бумаг. И единственное ограничение, которое в данном случае действует, это трехмиллионные ограничения, кратное количество лет, в течение которого вы этими ценными бумагами владели. Очень важное изменение, я его уже упомянул, сейчас скажу чуть-чуть поподробнее, это освобождение до НДФЛ купонов корпоративных облигаций, государственные облигации и облигации субъектов Российской Федерации, таким достоинством обладают давно, но вот с некоторых пор и возможностью избежать налогоблажения по купонам приобрели и корпоративные облигации, обращающиеся на организованные романтики. Это очень важная мера для того, чтобы выровнять условия использования средств, как в случае поиска или выбора между депозитами, это выравнивание условий инвестирования средств на депозиты с инвестициями в ценные бумаги, которые, на взгляд, являются одним из наиболее важных. Итак, корпоративные облигации российских эмитентов, избавленные от налогообложения подоходным налогом, в пределах, если речь идет о корпоративных облигациях, обращающихся на организованном рынке, и в пределах ставки рефинансирования плюс 5% примерно, или точнее, точно так же, как от налогообложения освобождаются ставки по банковским депозитам. Как выбрать финансового посредника? В самом общем смысле выбор заключается в том, хотите ли вы сохранить максимальный контроль за своими операциями или готовы довериться профессионалу. Понятно, что в том случае, если клиент выбирает в пользу максимального контроля за операциями, он выбирает брокерские счета. В том случае, чем дальше, тем, мы полагаем, это будет пользоваться все большей популярностью. Клиенты будут выбирать счета доверительного управляющего, потому что будут все больше полагаться на профессионализм финансовой организации. Это две разные фигуры на финансовом рынке, брокер и управляющий, и отвечают они, в общем, за разное. Это тоже важно знать для того, чтобы сделать правильный выбор. Брокер исполняет поручения клиента строго формально, он не заботится ни о чем другом, кроме как о том, чтобы выполнить поручения клиента наилучшим образом. А значит выбрать наилучшую цену из существующих на рынке, в том числе, если такая цена предлагается на разных торговых площадках, на той из них, где цена является наилучшей, должен принять во внимание комиссии и иные расходы, которые будут связаны с выполнением поручения. Но он не должен заботиться о том, соответствует ли эта операция интересам клиентов. Он должен иногда побеспокоиться, переспросить у клиента, стоит ли ему делать такую операцию, в том случае, если речь идет не о ценных бумагах, торгуемых на биржне, об облигациях, и не о паях в паевых инвестиционных фондах. Если речь идет о более сложных финансовых продуктах, мы рекомендуем нашим брокерам переспросить нашего клиента, уверен ли он в том, что эта операция подходит ему, соответствует его интересам. Но в том случае, если клиент на совершение такой операции настаивает, брокер не вправе отказать в ее исполнении. Что касается управляющего, то управляющий несет гораздо большую ответственность перед клиентами, чем брокер, и это предусмотрено нормативными актами и стандартами саморегулируемых организаций. Задачей управляющего является определить круг инструментов и, стало быть, возможный портфель клиента, который бы наилучшим образом соответствовал его интересам. Интересам с точки зрения ожидаемой клиентом доходности и с точки зрения его толерантности к готовности такие риски нести. Этот процесс называется инвестиционным профилированием. Доверительно управляющий должен сформировать инвестиционный профиль клиента, которому должен следовать, совершая свои операции в его интересах в дальнейшем. Это гораздо более высокий стандарт ответственности. Его часто называют фидуциарной ответственностью. И сила этой ответственности очень сильно отличает доверительного управляющего от брокера. Стоит обратить внимание на стандарты, которые и это стандарты саморегулируемых организаций. Это наш вклад в регулирование деятельности брокеров и управляющих. Я начну с базового стандарта совершения операции брокером, продолжу. Я уже сказал несколько слов о стандарте совершения операции управляющими. Вот они, эти требования, которым они должны подчиняться. Если речь идет о брокере, то принимать все разумные меры для исполнения поручений клиента на лучших условиях. Я объяснил, что это означает. Устанавливать порядок использования активов клиента в интересах брокеров в договоре о брокерском обслуживании. Раскрывать информацию о рисках, с которыми сопряжены те или иные операции. И в первую очередь возможность использования брокером активов клиента в интересах самого брокера или других его клиентов. Брокер должен гарантировать клиенту исполнение его поручений. Это означает, что даже в том случае, если брокер имеет право использовать и использует активы клиентов, клиент не должен этого заметить, давая поручение, вправе рассчитывать на то, что это поручение будет исполнено, так как если бы все его активы были бы в его распоряжении и брокером не использовались. И вернуть ценные бумаги по требованию клиента. У этого есть подробные требования, которых мы придерживаемся, в течение какого срока это должно быть сделано при расторжении договора, как именно это должно быть сделано. Этим требованиям брокеры подчиняются в том случае, как требованиям саморегулируемых организаций. Базовый стандарт совершения операции управляющим. Его сердцевина, что ли, его ключевой элемент это определение инвестиционного профиля клиента. Я уже говорил о том, что это означает оценку ожиданий клиентам доходности от операции и толерантности клиента к риску. А также некоторые правила осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении. То, как именно доверительный управляющий должен взаимодействовать со своим клиентом в том случае, если пришла пора, например, голосовать по акциям или предъявлять требования к погашению облигаций, находящихся в его портфеле. Несколько советов, которые, наверное, будет полезно дать. И мне, как представителю саморегулируемой организации, эти советы достаточно очевидны. Внимательно изучайте условия договоров, которые вы подписываете. В случае с брокером и в случае с доверительным управляющим это обычные многостраничные тексты. И в большинстве своем случаев это тексты на сайте брокера или управляющего. И обращайте внимание на некоторые наиболее важные вопросы, которые этими договорами, иногда они называются регламентами, которые этими регламентами регулируются. Итак, право брокера использовать активы клиента в его собственных интересах. Обычно брокеры по умолчанию вносят это в качестве возможности. В этом смысле они очень похожи на банк, который использует временно свободные средства клиентов. Это нормальная для брокеров практика. И в том случае, если клиент беспокоится защищенности своих средств и в праве брокера на использование своих активов отказывает, это обходится ему дополнительные комиссионные. Обратите внимание, сделайте правильный выбор, что для вас важнее, стоит ли вам беспокоиться о сохранности активов, или вы будете готовы платить дополнительную комиссию, в том случае, если вы такое беспокойство испытываете. Нужно знать, что в России нет страхования инвестиций на брокерских счетах, в отличие от многих стран. И это отличает счета брокеров от депозитов, по которым существует страхование агентства страхования вкладов. В отношении брокерских счетов такого страхования нет. Поэтому в случае банкротства брокера, который мог использовать активы клиентов, имел на это право по договору со своим клиентом, клиент может быть незащищен, так как если бы он был защищен в случае с депозитами. Обратите внимание, какие комиссии и от чего эти комиссии могут зависеть, я уже начал рассуждать, вам будет предложено. Эти комиссии часто зависят от активности клиента, и выбор тарифного плана зависит от того, намерены ли вы совершать операции часто, реже, связано ли это с какими-то другими обстоятельствами. Очень внимательно. Обратите на это внимание просто потому, что комиссии могут быть неподходящими для вас и будут вредить достижению тех финансовых результатов, на которые вы хотели рассчитывать. Надо иметь в виду также право брокера закрыть и перенести позицию клиента с целью ограничения рисков. Речь идет об использовании средств клиентов или таких клиентских операций, как маржинальные необеспеченные сделки. Брокер имеет право закрывать позицию принудительно, несмотря на то, чтобы защитить себя и других своих клиентов от рисков. И это источник постоянных конфликтов и обид клиентов на брокеров. Это нужно иметь в виду, это является частью системы управления рисками. Мы очень часто в нашей практике сталкиваемся с тем, что если бы брокер не закрыл позицию, то финансовый результат мог бы быть лучше через некоторое время, но, к сожалению, он не имел права ждать больше, уже должен был ее закрыть, или наоборот, он не успевал ее в силу рыночных обстоятельств закрыть и закрыл ее немного позже, чем это хотелось бы клиенту, и клиент понес больше убытки, чем ему хотелось бы. Мы часто сталкиваемся с этими конфликтами, но нужно иметь в виду, что брокер старается сделать это как можно быстрее, стараясь избежать рисков, которые с такого рода операциями связаны для него и его клиентов, и принудительное закрытие позиций может оказаться болезненным для его клиента. Не торгуйте сразу большим плечом. Российские нормативные акты допускают в зависимости от волатильности цен на различные группы финансовых инструментов разные возможности по предоставлению брокерами плеча. Будьте разумными, сами не спешите пользоваться возможностями, которые вам может предоставить брокер, будьте осторожны. Понятно, стремление получить плечо, которое объясняется желанием заработать больше, с меньшим объемом собственных средств, сопряжено с таким же риском эти средства потерять. Чем больше плечо, тем меньшее колебание на рынке может привести к принудительному закрытию позиций, о чем я говорил чуточку раньше. Не стремитесь сразу совершать много сделок. Наши исследования показывают, что даже не маржинальные операции, даже не обеспеченные операции являются источником убытков и разочарования клиентов. А главным источником такого разочарования и убытков являются многочисленные операции, суетливость, паника, желание заработать на незначительных движениях рынка. В результате этого, к сожалению, комиссии, которые взимаются посредниками, биржей, депозитариями, съедают большую часть дохода. Обратите на это внимание, неквалифицированным инвесторам рекомендуются пассивные стратегии, такие, которые означают набраться терпения и не паниковать от незначительных, да даже и от значительных порой колебаний на финансовом рынке, не пытаться их избежать. Практика показывает, что в большинстве случаев это наихудший вариант поведения, гораздо худший по сравнению с терпением, которое обычно позволяет компенсировать последующими доходами убытки, которые могли возникнуть в среднесрочной перспективе. Регулятивная система фондового рынка состоит из Центрального банка, как регулятора, устанавливающего нормативные акты и контролирующего соблюдение законов и собственных нормативных актов и саморегулируемых организаций, пару слов об этом уже сказал, которые устанавливают в дополнение к требованиям, установленных Центральным банком, стандарты поведения своих членов. Мы, как саморегулируемые организации, контролируем соблюдение нашими членами требований наших стандартов. В том случае, если в ходе проведения проверки мы устанавливаем нарушения нашими членами требований нормативных актов, мы сообщаем об этом в Центральный банк, который, в свою очередь, проводит проверку или решает, что данные, которые мы предоставили, достаточно для того, чтобы финансовую организацию привлечь к ответственности. Таким образом, мы, саморегулируемые организации, Центральный банк, в вашем распоряжении обратите внимание на то, что вы можете, пожалуй, с любому из нас по любому поводу, мы сами разберемся, в чьей юрисдикции находится то или другое нарушение. В самом деле это работает, я могу об этом с ответственностью говорить, как руководитель саморегулируемой организации, мы видим, что очень часто жалобы и наш вопрос, который эти жалобы вызывают адресованные финансовые организации, приводят к ее попыткам устранить возникшие нарушения еще до детального расследования с нашей стороны. Мы считаем чрезвычайно важным комфорт инвесторов на фондовом рынке. Мы немало сделали для того, чтобы инвесторы на фондовом рынке такой комфорт могли бы испытывать. Мы усиливаем наши правоприменительные способности, и вы можете на нас рассчитывать, как на защитника ваших интересов. Индустрия заинтересована в том, чтобы недобросовестные компании из индустрии исключались бы. Это идет на пользу всей индустрии в целом, содействует привлечению все большего и большего круга инвесторов. Мы о вашем распоряжении. Милости просим на фондовый рынок. На этом я, пожалуй, закончу свое выступление и буду рад попробовать ответить на вопросы, которые мне поступают. Поступившие вопросы. Я не считаю себя очень большим специалистом в деталях, поэтому те из вопросов, на которые смогу ответить, я с большим удовольствием это сделал. Вы должны мне простить те случаи, когда я не смогу или побоюсь, что веду возоблуждение своими рассуждениями на этот счет и откажусь отвечать на вопрос. Есть ли какие-то однозначные характеристики и брокеры для выбора? Может, рейтинги надежности есть? Вы знаете, я не имею права на этот счет рассуждать. В составе «Науфор» крупные, мелкие, региональные, столичные брокерские компании, компании, являющиеся дочерними компаниями глобальных банков. Я считаю, что индустрия финансовых посредников отличается хорошим качеством в настоящее время. Есть отличный выбор и предпочтения, которые… Но я бы хотел, чтобы вы сами сделали выбор в пользу брокера. Вы, наверное, можете судить по истории его существования, по его месту в финансовой индустрии и тех услуг, которые он предлагает. Это совершенно не обязательно могут быть крупные брокеры. Нишевые брокеры могут оказаться интересным вариантом для взаимодействия. Вы очень часто получаете у нишевых брокеров гораздо большее качество услуг и личное взаимодействие с их персоналом, чем в случае с крупными брокерами. Понятно, что на стороне крупных брокеров поддержка компаний и их группы, надежность, часто большая консервативность в предлагаемых стратегиях. Но это может быть также и недостаток. Средние брокеры часто экспериментируют с финансовыми инструментами, такими как структурными продукциями. Это считается достоинством индустрии, потому что, что делает брокер инвестиционным банком, именно финансовый инжиниринг, структурирование из нескольких продуктов одного, это часто дает новые инвестиционные возможности, которые в противном случае на рынке отсутствовали бы. И мы относительно довольны тем качеством услуг, которые брокерами на рынке оказываются. Мне не стыдно ни в коем случае рассуждать об индустрии, которую я представляю. Представляю в основном своем, в подавляющем большинстве своем, это индустрия, достойная хорошего отношения с вашей стороны. Подскажите, какой вариант работы на финансовом рынке наиболее предпочтительен для начинающего инвестора, торговать на бирже самостоятельно или воспользоваться услугами профессионального посредника? Я думаю, что существуют очень простые решения, которые я бы порекомендовал. Это индивидуальный инвестиционный счет, на который были бы приобретены государственные облигации или облигации российских корпораций, обращающиеся на организованном рынке. В настоящее время это оптимальные с точки зрения доходности, превышающие по своей доходности депозит стратегии. Очень простая, надежная и отвечающая требованиям, о которых я говорил раньше. Пассивная стратегия, не исключающая многочисленные операции. Все остальное нужно обсуждать с вашим брокером или управляющим. Обсуждать по достижению определенного опыта и глубины понимания поведения, различного поведения тех или иных финансовых инструментов. На что ориентироваться при выборе брокера? Это похоже на тот вопрос, на который я уже отвечал. Необходимо ли, на ваш взгляд, обладать экономическим образованием для того, чтобы инвестировать? Нет. Мы не очень рассчитываем на финансовую грамотность населения. Мы больше рассчитываем на добросовестность и разумность финансовой индустрии. Никогда финансовая грамотность населения не будет достаточной для того, чтобы вполне надежно полагаться только на нее. Я думаю, что на то она и индустрия, чтобы сообщить профессионализм непрофессиональным операциям, повысить качество инвестиционных решений граждан. Поэтому граждане могут быть очень разными, выбирающими в пользу инвестиции на фондовом рынке, и экономическим образованием обладать не обязаны. Они должны положиться, а мы должны позаботиться о том, чтобы они могли бы положиться на своего финансового посредника в принятии инвестиционных решений, в следовании тем инвестиционным рекомендациям, которые он будет давать. С чего надо начинать, если хочется попробовать вложиться в ценные бумаги, на что я потрачу деньги в самом начале и сколько? Я говорил уже о том, что самой простой стратегией было бы открытие индивидуального инвестиционного счета типа А с инвестициями в государственные облигации, облигации субъектов Российской Федерации или облигации корпораций, обращающиеся на организованном рынке. Вложения невелики, и чем дальше, тем больше брокеров готовы работать со все меньшими первоначальными суммами инвестиций. Я не вижу следующих вопросов. Какие реальные рычаги защиты потребителей есть у НАУФР? Куда и как обращаться, если возникла необходимость? Говорить об этом я уже начал. Наш главный рычаг состоит в обязательности членства финансовой организации в одной из саморегулируемых организаций. Это ключевой элемент, который дает нам права не меньше, чем Центральному банку, под доступу на финансовый рынок. Иными словами, подобно тому, как Центральный банк может лишить финансовую организацию лицензии, таким образом исключить ее операции на фондовом рынке, также и саморегулируемые организации, в том числе Национальная ассоциация участников фондового рынка, может, исключив финансовую организацию из своего состава, лишить его возможности таких операций. Компании стараются этого избежать, подчиняются нашим требованиям. Из числа меньших, менее серьезных правоприменительных действий, которые мы можем предпринимать в отношении наших членов, это штрафы, предписание по устранению нарушения. Науфер в течение последних двух лет 40 раз привлекала к ответственности своих членов и в двух случаях из своего состава исключала. Наверное, мы самые сильные из саморегулируемых организаций с точки зрения нашего правоприменительного потенциала, готовности и способности им пользоваться. У меня небольшая зарплата, планирую свой бюджет, хватает на жизнь, но хочется, например, путешествовать. Есть ли такие инструменты, куда можно вложить немного денег и получать адекватную сумму? Я думаю, что если зарплата небольшая и вообще путь на финансовый рынок мы ни в коем случае не против, а более того, предполагаем для инвесторов, входящих на фондовый рынок, наличие депозитов, мы уверены, что депозит у вас уже есть, достаточно ли вашей зарплаты в этом случае, у вас должен быть депозит для того, чтобы в дополнение к этому выйти еще и на фондовый рынок. Мне кажется, что текущий доход с небольшой зарплатой трудно добиться, совершая операции на фондовом рынке, такого, который мог бы позволить путешествовать. Вот накопить в определенной перспективе и небольшая зарплата, инвестируемая на фондовом рынке, позволить может. Вы упоминали нишевых брокеров. Кто они такие? Что значит нишевые? Нишевые брокеры – это небольшие брокеры, которые специализируются на определенных операциях. Это могут быть операции с иностранными финансовыми инструментами, со структурными продуктами определенного вида. Или операции на определенной торговой площадке. Обратите внимание на это. Я говорил о том, что брокер несет ответственность за Best Execution, за наилучшее исполнение поручения. Но, естественно, эта ответственность ограничивается кругом площадок, на которых он работает. И он вас заранее об этом предупредил. Очень может быть, что брокер работает только с одной из торговых площадок и не обязан искать лучшей цены на других площадках. Он не примет ваши жалобы по поводу того, что на какой-то другой торговой площадке цена была лучше, чем та, на которой он работает. Если он вас предупредил об этом заранее, вы с этим согласились. Он старается добиться наилучшей цены на той площадке, на которой он работает. Структурный продукт. Очень многие брокеры преуспели в структурировании продуктов. Что такое структурный продукт? Это целый мир финансовых инструментов, который в самом общем смысле представляет собой смесь между долговым инструментом и производным финансовым инструментом. Долговой инструмент отличается определенной надежностью. Часто это может быть в том случае, если речь идет о секьюритизированной форме структурных продуктов, структурной ноты, структурной облигации. Производный финансовый инструмент несет в себе все те риски, которые с этим инструментом ассоциируются. По правде говоря, инвестиционное страхование жизни является видом структурного продукта. Очень многие продукты являются структурными продуктами. Их чертой является, и с этим нужно быть осторожным, определенная сложность. В понимании рисков, с которыми они сопряжены, это привносится их деривативным элементом, той частью, которая является производным финансовым инструментом. Неквалифицированный инвестор часто не в состоянии разобраться с тем, какие риски производный финансовый инструмент несет. Поэтому мы предостерегаем от операции на срочном рынке неквалифицированных инвесторов. Структурный продукт с элементом долгового, он эту ситуацию немножко исправляет. Он дает гарантию на тот случай, если что-то пойдет не так, клиент может, тем не менее, получить гарантированную определенную сумму. Это называется защитой капитала. Но вот как велика защита этого капитала и с чем она связана, это тоже может быть довольно сложным для понимания. Это требует внимательного изучения. Этот инструмент доступен для неквалифицированных инвесторов, но мы хотели бы обратить внимание на то, что относиться к ним нужно с известной осторожностью, пытаясь выяснить то, в какой именно степени по таким инструментам обеспечена защита капитала. Ко мне больше нет вопросов. Позвольте поблагодарить вас за ваше внимание от меня лично, от Национальной ассоциации участников фондового рынка. Повторюсь о том, что мы рады вашему интересу к фондовому рынку. Мы готовы сделать все от нас зависящее для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно на этом рынке. Мы получали бы дополнительные инвестиционные доходности, возможности по обеспечению своего благосостояния, которое фондовый рынок дает. Новые возможности, которые он предоставляет в дополнение к рынку банковских продуктов. Мы в вашем распоряжении. Спасибо за ваше внимание. Субтитры подогнал «Симон»